Во вторник 30 июня журналистам показали, как выпускники рязанских школ будут сдавать ЕГЭ. В этом году из-за пандемии коронавируса сроки сдачи единого госэкзамена пришлось перенести, а все пункты его проведения подготовить с учетом требований Роспотребнадзора. Как процедура ЕГЭ будет проходить в нашем регионе, рассказала министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина. В этом году для участия в ЕГЭ заявилось более 4900 человек. Это несколько категорий участников. 4401 – выпускники текущего года. Далее – это выпускники прошлых лет и обучающиеся учреждения среднефрофессионального образования. Особенностью 2020 года является то, что на территории Рязанской области единый государственный экзамен могут сдавать выпускники текущего года из других регионов, которые приехали к нам на территорию в период пандемии. Таких выпускников у нас 19. Из таких регионов, как Ярославская, Тверская, Московская области, город Москва и город Санкт-Петербург. Для всех для них будут созданы условия, которые обеспечат комфортную сдачу единого государственного экзамена. 2020 год – сложный год для системы образования, и единый государственный экзамен тоже приходится проводить в сложных условиях и санэпид-обстановке. Поэтому в этом году перед организаторами единого государственного экзамена поставлены две основные задачи. Первая задача – это обеспечить безопасность и сохранение здоровья всех участников единого государственного экзамена. Здесь нужно отметить, что единого государственного экзамена – это социальное событие, значимое для большого количества не просто выпускников, но и их родителей, их родственников, бабушек, дедушек, для системы высшего и среднего профессионального образования. Поэтому проведение единого государственного экзамена организовано так, чтобы выпускники текущего года и прошлых лет смогли поступить в высшее учебное заведение. Итак, следующая особенность ЕГЭ в этом году – это то, что единый государственный экзамен является в этом году вступительным экзаменом в высшее учебное заведение. Все выпускники текущего года уже получили аттестаты, получили медали за успехи в учении, и теперь следующий этап становления их профессиональной карьеры – это поступление в высшее учебное заведение. На территории Рязанской области создано 30 пунктов проведения экзамена, из них 29 на базе общеобразовательных школ и один на дому для участника с ограниченными возможностями здоровья. Соответственно, все пункты соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральной службой по надзору в сфере образования и Федеральной службой Роспотребнадзора по обеспечению сохранения здоровья участников и предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Я уже сказала, что основная задача, которая стоит перед организаторами в этом году – это обеспечение безопасности. Ну и вторая задача, она традиционная – это обеспечение объективности проведения единого государственного экзамена. Поэтому, ну если позволите, несколько слов по той и по другой задаче. Вы сейчас прошли по пункту проведения экзамена и познакомились с теми требованиями Роспотребнадзора, которые выполняются на пункте, начиная с входа в пункт проведения экзамена и далее в каждой аудитории. Для обеспечения выполнения требований Роспотребнадзора правительством области было выделено более 7 миллионов рублей на приобретение как индивидуальных средств защиты, так и технических средств. Это инфракрасные термометры, рециркуляторы, также дезинфицирующие средства и антисептические средства. То есть все требования на сегодняшний день во всех пунктах проведения экзаменов обеспечены. Хочу также отметить, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, все сотрудники пунктов проведения экзамена во время экзамена обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, то есть они будут работать в масках и перчатках. Для участников ЕГЭ использование индивидуальных средств защиты не обязательно. Но если кто-то из них захочет провести экзамен в маске и в перчатках, это его право, и препятствовать ему никто не будет. Далее, во всех пунктах проведения экзамена обеспечен питьевой режим, потому что мы понимаем, что экзамены приходятся на июль, июль это жаркий месяц, Поэтому в рекреациях расположены помпы или источники питьевой воды. Кроме того, всем участникам ЕГЭ разрешается с собой принести питьевую воду в прозрачных бутылочках объемом 0,3 или 0,5 литра. В случае, если человек захочет попить, он может попить в аудитории. Кроме того, в аудитории участник экзамена, как обычно, имеет право с собой пронести документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт, и также гелевую черную ручку индивидуальную. Значит, контрольно-измерительные материалы печатаются непосредственно в аудитории, и, соответственно, они индивидуальные раздаются каждому участнику экзамена. После окончания экзамена, значит, а экзамен имеет различную продолжительность по разным предметам, соответственно, материалы все сдают соответственному организатору в аудитории, и сдаются затем руководителю ППФ в штабе. В штабе, как вам уже тоже показали, проводится сканирование всех экзаменационных работ, что ускоряет время первичной обработки их, соответственно, в региональном центре обработки информации. После проведения экзамена, соответственно, все электронные сканы документов направляются в региональный центр обработки информации, значит, и подлинники документов доставляются также в этот же день в региональный центр обработки информации. Предметные комиссии проверяют сканы работ без фамилии На каждом индивидуальном пакете имеется штрих-код, который позволяет проверять анонимные работы И члены предметной комиссии, соответственно, не знают, чьи работы они проверяют При этом одну работу проверяют два эксперта В случае расхождения в оценке добавляется третий эксперт, который также оценивает эту работу Результаты экзамена будут предоставлены в регионы в соответствии с графиком Федеральной службы по надзору в сфере образования И здесь я хочу отметить, что в СМИ, к сожалению, буквально вчера появилась информация о том, что они будут через день Это неправда Значит, результаты экзаменов поступят в соответствии с графиком где-то через 10 дней после его проведения То есть график такой же, как было в прошлом году Для обеспечения объективности проведения экзамена на каждом пункте проведения будут работать общественные наблюдатели Кроме того, в Рязанской области создан региональный ситуационно-информационный центр, который работает в управлении по контролю и надзору Министерства образования и молодежной политики Откуда независимые наблюдатели дистанционно наблюдают за проведением экзаменов с тем, чтобы выполняли все требования Требования в части порядка проведения экзаменов в этом году не изменились То есть на экзамене запрещается иметь при себе сотовые телефоны, смартфоны, другие средства связи А также бумажные записи, которые имеют отношение к экзаменам За нарушение порядка проведения экзамена также предусмотрено, как и в прошлые годы, удаление без права пересдачи Основная волна единого государственного экзамена пройдет у нас с 3 июля по 25 июля И в этом году, учитывая особенности сложившейся санопедобстановки, также установлен дополнительный срок проведения экзамена с 3 по 8 августа При этом, хотелось бы обратить внимание, что высшие учебные заведения принимают документы с 20 июня по 17 августа Учреждения среднего профессионального образования до 15 августа То есть время подачи документов достаточно для того, чтобы заявить о своем желании поступить в тот или другой вуз Причем прием документов начинал до проведения единого государственного экзамена Потому что основной пакет документов абитуриент может подать Значит результаты единого государственного экзамена, затем добавить в общий пакет При этом нужно отметить, что существует единая информационная база Результаты единого государственного экзамена, которые имеют доступ все высшие учебные заведения Причем приемные военные наши 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 Продолжение следует...